добрый день уважаемые зрители сегодня мы с вами поговорим о семье в которой есть ребенок с особыми образовательными потребностями наша лекция называется гармонии в семье с особым ребенком семья это основанная на единой общей семейной деятельности общность людей связанных узами супружества родительства родства и тем самым осуществляющие воспроизводство населения и преемственность семейных поколений а также социализацию детей и поддержание существования членов семьи говоря о семейном воспитании необходимо отметить что это управляемая система взаимоотношений родителей и детей ведущий роль в ней принадлежит родителям поскольку они вы они выступают образцом поведения подражая взрослым дети копируют как положительные так и отрицательные поведенческие паттерны учатся правилам взаимоотношений кроме того формирование личности ребенка в семье происходит и в результате цели целенаправленного действия взрослых то есть воспитание таким образом окружающая микро микросреда психологический климат в семье условия воспитания взаимоотношения с родителями и личность самих родителей в обязательном порядке отражаются на ребенке если семейная атмосфера не благоприятно для психического развития ребенка то вполне вероятно что и сформированные черты его личности тоже будут патологичны иными словами семья как первичный из институт социализации определяет развитие личности ребенка в целом структура семьи включает ресурсы семьи и характеристику ее отдельных членов разные семьи отличаются друг от друга по своей структуре при этом наличие ребенка с нарушениями в развитии рассматривается как одна из многочисленных особенностей структуры семьи семейные функции это деятельность которую семья выполняет чтобы удовлетворить свои и индивидуальные потребности среди наиболее важных функций семьи можно перечислить такие как репродуктивное экономическое воспитательное и коммуникативное для семьи воспитывающие ребенка особого ребенка важными являются такие функции как коррекционно развивающие компенсирующие и реабилитационные характер кризиса семьи имеющие ребенка с особыми образовательными потребностями определяется остановка ее жизненного цикла развитие цикла замедляется теряется его сен а теряется его синхронность нарушается смена семейных ролей в семье все взаимодействуют между собой в разной степени близости жена муж родители дети и так далее а также семья взаимодействует и с внешним окружением это и друзья и родственники коллеги и соседи наличие в семье особого ребенка обуславливает изменения в отношениях как внутри семьи так и за ее границами семья имеющие ребенка с ограниченными возможностями может испытывать сильный страх перед самостоятельными действиями ребенка что мешает развитию у него способности действовать и жить самостоятельно в данном случае наблюдается нарушение детско-родительских отношений по типу гиперопеки вовлеченность некоторых членов семьи в жизнь больного ребенка и тех кто его окружает может быть сведена до минимума например отец который избегает супружеских и родительских отношений из-за отклонений в развитии ребенка мать поглощенная заботами о больном ребенке не уделяющая ему нужного внимания и внимание мужу и другим день детям большой процент разводов именно в тех случаях когда есть все в семье особый ребенок и как и как правило из семьи уходит отец муж семья особого ребенка проживает кризисные моменты таким семьям очень необходимо уделять особое внимание и оказывать им квалифицированную помощь это будет способствовать урегулированию внутри семейных отношений корректному распределению ролей в семье свою очередь психически здоровая семья которая приняла факт особенности своего ребенка устой и привычки смогут дополнить комплекс лечебно-педагогических мероприятий осуществляемый спиц специалистами родители движимые чувством любви к ребенку способны индивидуализировать дополнять расширять развивать предлагаемые специалистам методы обучения проявлять творчество изобретательность при воспитании своего ребенка ребенка и способны взять на себя огромный повседневный труд помощи своему ребенку задача семьи помочь ребенку с овз раскрыть весь заложенный в него природой потенциал сформировать компенсаторные возможности сделать ребенка максимально приспособленным к пребыванию в детском коллективе и в перспективе к максимальной интеграции в обществе и полезной трудовой и профессиональной деятельности выгодский подчеркивал что особенности личности аномального ребенка во многом определяются его положением семье негативные факторы семейного воспитания способны вызвать задержку психического развития нарушение поведения и личностного развития в целом необходимо максимально скорректировать физические и интеллектуальные проблемы ребенка это достигается с помощью правильного лечения и воспитания психологическая зрелость родителей гармоничность взаимоотношений наличие комфортной микросреды в семье способствует успешной социализации особого ребенка дает фундамент для его полноценного развития именно поэтому все семьи воспитывающие детей с особенностями развития нуждаются как в психологической помощи направленной на повышение самооценки родителей поддержание здорового психологического климата в семье так и педагогической помощи которая направлена на ознакомление родителей с необходимыми навыками и знаниями по воспитанию ребенка эффективной формой работы с семьями воспитывающие ребенка с нарушением развития является психологическое консультирование предусматривающее оказание психологической помощи и поддержки клиента психологом основными принципами оказания помощи семье должны стать принцип признания целостности семейной системы и принцип приоритетности диодического взаимодействия в системе отношений и развивающего взаимодействия ребенок близкий взрослый как источника развития в детском возрасте психологическая помощь может заключаться в регулярных консультациях которые повысят самооценку родителей снизит уровень тревожности помогут создать здоровый психологический климат в семье при психологической помощи родители смогут получить возможность решить свои эмоциональные проблемы связанные с появлением семье особенного ребенка преодолеть трудности по взаимодействию с другими родителями научиться конструктивным способом взаимодействия с ребенком задачами психологической помощи семье с ребенком с ОВЗ и инвалидностью являются первая задача это содействие в перестройке структуры семьи и семейного функционирования на основе максимально полного удовлетворения потребности семьи в безопасности сопереживания заботе и поддержке отметим что эта поддержка должна носить в максимально доступной форме симметричный характер предоставляющий больному ребенку внести свой вклад в сплоченность доверие и взаимопонимание членов семьи следующей задачей является формирование адекватной внутренней картины болезни ребенка у родителей способах лечения и оптимальных моделях поведения родителей которые обеспечили бы уверенность в возможности управлять ситуацией обеспечивая высокое качество жизни и развитие больного ребенка в рамках доступного следующей задачей является составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции развития воспитания и обучения ребенка в раннем дошкольном и школьном возрасте с учетом нозологии времени начала заболевания зоны ближайшего развития ребенка далее идет задача формирования у родителей адекватных представлений о рисках формирования вторичных отклонений в путях их профилактики с учетом возрастных индивидуально личностных особенностях ребенка в правилах психопрофилактики и психогигиена далее идет задача формирования реалистичных представлений о зоне ближайшего развития ребенка помощь родителю во владении методами и приемами организации деятельности и общения формирование познавательной и учебной мотивации ребенка следующая задача это ориентация возможностях профессионального обучения ребенка с овз и инвалидностью содействие в выборе учебно-профессиональной траектории индивидуального образовательного маршрута далее идет задача повышения уровня психолого-педагогической компетентности родителя вопросах воспитания ребенка с овз и инвалидностью содействия в перестройке типа семейного воспитания с учетом заболевания возрастных гендерных индивидуально личностных особенностей ребенка коррекция типа семейного воспитания и профилактика его нарушений по типу эмоционального отвержения следующий идет задача соответствия в становлении родительской позиции то есть преодоление чувства вины принятия ответственности за здоровье и психологическое благополучие ребенка формирование позитивного образа я родитель профилактика жертвенности как позиции родителя ограничивающие зону ближайшего развития ребенка и его личностного роста следующий идет задача оптимизации ролевой структуры семьи с целью профилактики ролевой перегрузки эмоционального выгорания также в перечень задач входит преодоление семейных мифов и формирование позитивного адекватного семейного самосознания далее это ориентация семьи возможностях укрепления ресурсного потенциала за счет получения финансовой материальной социальной правовой помощи и поддержки создание групп социальной поддержки и содействия в налаживании отношений с расширенной семьей последней задачей является содействие семье в оказании социальной медико-педагогической помощи решение указанных задач требует реализации междисциплинарного и межведомственного подхода и составляет перспективу развития системы психологической помощи семье межведомственного подхода и социальной проблемы в ближайшее время